Воспитать молодых ребят достойными людьми, привить им любовь к родине и научить справедливости. Такой девиз у военно-патриотического клуба «Кольчуга». Семи лет детей учат стрелять по мишеням и собирать автомат Калашникова. Сильными и меткими пообщались наши корреспонденты. Именно эти ребята станут участниками армейских соревнований в Санкт-Петербурге. Школьники из Мурманского военно-патриотического клуба «Кольчуга» дадут фору любому солдату в такой дисциплине, как сборка-разборка автомата Калашникова на скорость. А уж стреляют молодые дарования лучше, чем многие офицеры. Так что предстоящие испытания не представляют для них сложности. Офицерское многоборье включает в себя три дисциплины. Это огневая подготовка, стрельба из пистолета штатного оружия, 30 выстрелов, бег на 3 километра и плавание 300 метров. Поэтому ребята должны быть подготовлены. Воспитывает боевой дух в ребятах ведущий тренер Мурманской области по боевым единоборствам, обладатель пяти черных поясов Сергей Тян. Своих подопечных он помнит по именам. Дети, которые пришли к нему совсем маленькие, сейчас уже выросли. Со многими Сергей Николаевич поддерживает связь. Воспитанники поступили в военное училище. Многие уже стали офицерами, служат на Северном флоте. Но и в этом году двое моих воспитанников, это Корнев Сергей и Ларионов Константин, прошли по Красной площади на параде. Воспитанники Сергея Тяна рассказывают, что наставник всегда принимал активное участие в их жизни, готовил к соревнованиям, поддерживал, научил справедливости и честности, помог определиться с выбором профессии. Поэтому никто из них не удивлен, что тренер награжден орденом за заслуги третьей степени. Я победил Северо-Запад в Санкт-Петербурге, потом на России участник был, и в том году занял третье место по Северо-Западу. Хочу после 11 класса пойти в ИВАУЛ в Краснодаре поступить и стать летчиком-истребителем. Направления ребята выбирают разные, но большинство решает связать свою жизнь с армией и доблестно служить. Так как я выпускник уже спортивной школы, общеобразовательной, буду поступать в Санкт-Петербургский университет МВД на оперативно-развитную деятельность, готов с этим связать свою жизнь. В военно-патриотическом клубе занимаются дети с 7 лет. Некоторые из них в будущем становятся наставниками. Продолжение следует...